Добрый вечер, уважаемые любители киберспорта и доты 2! Для вас это доброе утро, для нас это добрый вечер. Этот вечер действительно добрый, потому что благодаря компании Вэл, Красной Рыбке сегодня на ужин и компании Ростелеком, которая является генеральным партнером нашей передачи, мы продолжаем вас радовать и мы, как всегда, правы. Вечерний валет сегодня в топе просто. Вечерний валет сегодня завез нормально, нормально. Ну, то есть практически все, что мы советовали вчера, действительно зашло. Все наши игроки из золотого состава попали в топ-15 по фэнтези по итогам дня. Ну, кроме инфлейма, но потому что оффлейнеры всегда набирают меньше, но инфлейм зато топ-1 среди оффлейнеров. То есть в любом случае мы в плюсе. Да, конечно, лучший состав немножко не такой оказался, но уж извините, точно мы не можем предугадать. Вот, соло мы, например, рекомендовали в серебряный состав. И рамзеса в серебряный. А флай мы рекомендовали в золотой. Но так вышло, что вот в последних играх Virtus.pro победили OG, поэтому соло набрал больше, флай меньше. Там разница где-то в 25 очков. Лучше было ставить бобоку и соло. Набрали они вообще чуть ли не больше, чем все за весь день. Да. Второе-третье место, на самом деле, они делят по фэнтези. Но, тем не менее, я думаю, что те, кто воспользовались нашими советами, точно не прогадали. Также вы находитесь плюс-минус в 5% всех самых лучших прогнозов. Да, я думаю, даже больше. Скорее всего, даже больше, да. Да, но если вы ставили именно так, как мы рекомендовали золотой состав. Даже если серебряный ставили. Ну, в серебряном, правда, мы рекомендовали супера, который сегодня не набрал много, только по той причине, что LFY слишком хорошо играет. Слишком хорошо. А кто-то по имени Virtus.pro левает на 15-й минуте. Да, да. И этим самым не зарабатывает нам фэнтези и руинит прогнозы. То есть, понимаешь, многие думали... У нас был Inflame, у нас был DDC, у нас был Super, у нас был Solo и Ramzes. Они играли там по 15 минут друг с другом. Да, 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 да. Играли бы они игру минут 60, было бы много поинтов. Многие просто думали, что самые короткие игры на International или вот с текущей метой, ну, не может быть месяц 20 минут. Потому что зачем? Ну, зачем покидать игру на 15-й? Ты же можешь бороться, а никто тебе трон за 15 минут не ломает, но зато кто-то может ливнуть. Ну, ладно. Это все. Лирика. Да, да. Это был второй день. Он хорошо закончил. Ты сумму смотрел, какая у нас за два дня? Ну, 940, что-то такое. Ну, 933, да? 933. У нас сумма за два дня неплохо. Там очень много зависит от того, какие у тебя были золотые карточки. То есть, где-то ты мог поставить, например, золотую карточку, которая плюс 25% за ГПМ. И вот, например, такая карточка у какого-нибудь Аны, вот в последней игре, где у него 50 тысяч золота в конце, она, конечно, принесет сразу очень намного больше, чем если у тебя ее нет. Ну, то есть, это рандом от золотых и серебряных карт еще много зависит. Ну, у кого-то карточки, у кого-то может быть тот же состав все дни, но более крутые золотые карточки с более крутыми коэффициентами. И, соответственно, больше очков. Ну что, мы переходим к прогнозам на день третий, на третий день группового этапа. И у нас есть, по-моему, четыре команды, которые играют шестнадцать. Шесть. А, шесть, да. Каждый день по шесть. Идеальные админы интернешнл сделали так, что нам просто. Да, нам очень просто. И снова эти команды мы можем назвать EG, TNC, IG Vitality, Empire, Infamous и Fnatic. Мы сразу рекомендуем вам отбросить Fnatic и Infamous как-то из-за рассуждения, потому что Infamous, они уже много выиграли, но вряд ли выиграют много. Fnatic в Тиэрте, Fnatic чуть ли не драли здесь на улице. И кого-либо из Fnatic советовать мы вам не будем точно. А вот остальные три команды. Четыре. Четыре команды, прости. Четыре команды. Их стоит рассмотреть. И, в частности, я бы обратил ваше внимание на команду, которая будет завтра очень сильно бороться и которая очень хорошая соперника – это TNC. TNC великолепный сегодня. Вот помните, мы все время говорим, что лучше ставить тех игроков, которые играют по три матча, а не по два. Но сегодня TNC сломали систему. Вот реально сломали. Да, в топе, там, в топ первых 30, наверное, 40 игроков, все те самые игроки из команд, которые играли по три матча. Но TNC, по крайней мере, Raven и Teams умудрились попасть в топ, сыграв в два матча. Teams на седьмом месте сыграв в два матча. Teams за два матча набрал больше, чем NoOne за три. Это просто жесть. Это жестко. Ну и вы уже понимаете, наверное, кого мы вам примерно будем советовать. Ну, также, естественно, EG, IG Vitality и Empire. Ну, зависит, может быть, от того, какие карточки там золотые, серебряные или вообще от того, какие карточки. Потому что, если, например, компендиум первого уровня, то там карточки, в принципе, не все есть. Поэтому мы советуем больше, чем пять человек, обычно. Начинаем скоро, как обычно. Ну и начали с TNC, так что давай рекомендовать сразу же лучшего игрока этой команды. На самом деле, не лучшего, а более всего фармящего игрока этой команды. Это их основного кэрри, товарища Ворона или Рэйвена. Ну, как и ожидалось, вот, например, я ставил Рэйвена, по-моему, в прогнозах на игрока, что он будет самым большим количеством то ли крипов, то ли гпм, что-то такое. Он всегда играет на герой. Потому что он играет на ногах всяких, и он как раз на них уже тут играет. И на него еще играет вся команда. Вот действительно, это такая команда 4 плюс 1, та самая знаменитая, где на Рэйвена идет вся игра. И команда может вообще без него играть, а он может просто фармить 30 минут. И, собственно, это получается, это работает. И вот Рэйвен набирает огромное количество очков даже за две карты. Я думаю, что за три карты завтра так или иначе Рэйвен наберет много ПТС. Поэтому Рэйвен, по мне, это стопроцентный вариант. Его надо ставить. Вы можете поставить Ку-Ку, но если есть Рэйвен, лучше все-таки Рэйвена, потому что Ку-Ку... Нет, лучше Рэйвена. Лучше Рэйвена, да. Лучше, если есть Ку-Ку, лучше поставить не Ку-Ку. Лучше поставить Сумаила, да. Обязательно. Сумаила в любом случае стоит поставить. Но Сумаил у нас второй парень. ЕГЭ, как всегда, начинает плохо. У них статистика не самая лучшая на самом старте. И завтра у них три серии, которые они просто обязаны выигрывать. Даже если там что-то проиграет, то будет там, как всегда, Рубилова. И, как всегда, Сумаил будет фармить невероятное количество очей. Ну, это Сумаил, это понятно. Маст хэв, даже если он простой у вас. Но пока Сумаил, кстати, не идет в фэнтези топ-1. С фэнтези топ-1 пока идет Анна. И, кстати, кто Анну вчера поставил, хотя мы его вообще не советовали. Так уж получилось, но вот Анна действительно пока по фэнтези... Ну, вообще, это вот эта последняя игра Virtus.pro против 4G. Да, да, да. Она не завезла очков в 40. Просто если вспомнить пятую игру, где он на бедном инвокере бегал там 0,8. У него там было что-то 6 очей за игру. Но, видите, последняя на морфе чит. Да, ну, как говорится, все предгладать невозможно. Но Сумаил, скорее всего, завтра будет набирать много. Опять же, ЕГЭ никуда почти никогда не торопится. Игру у них достаточно долгие получаются. И Сумаил набирает. Что ж, у Флейнер. Ну, тут... Вариантов несколько, если честно. А их 4? Да, их 4. Команда-то 4 и варианты 4. Ну, мы не будем брать из IG Vitality, наверное. У нас есть вариант и Гостик, у нас есть вариант SameH, у нас есть вариант Юниверс. И, наверное, или Гостик, или Юниверс. Ну, вот, например, ты, я так понимаю, считаешь, что нужно ставить Юниверса. А я считаю, что нужно поставить Гостика. Проглацевать за отечественного производителя. Ну, в общем, наверное, Юниверс более стабильный вариант. Гостик вариант для тех, кто верит в Эмпайр. И, в принципе, имеет, может быть, золотого там кого-то Гостика, у которого там суперкрутые бонусы. Но вообще, по статистике, Гостик действительно неплохо набирает. Поэтому мы его внесли в наш шлист. Ладно, давай Гостик. Да, Юниверс серебро. Нет, в серебре там другой парень. Скорее всего, скорее всего, они наберут плюс-минус одинаково. Я почти уверен. Ну, у Флэнера, в принципе, обычно набирают плюс-минус одинаково. Ну, да, одинаково мало. Одинаково мало, да. Поэтому от этого выбора и зависят меньше всего. Ну, давайте мы скажем, что мы поставили Гостика. Мы поставим Гостика. А вы, соответственно, ну вот выбирайте. Выбирайте, да. Или Юниверс. Ну, и переходим к саппортам. А тут то же самое абсолютно. После первого дня мы говорили, что Мипошка нас подставил. На самом деле не подставила. На самом деле просто в этот момент у нас статистика была неверная. Нас обманула наша статистика. Оказалось, Мипошка, несмотря на то, что Empire отыграли 2-4 в тот день, набрал за сотню очков. Просто невероятно много на самом деле. Это огромный результат. Поэтому мы, посмотрев на это, вписали Мипошку из тех, по крайней мере, игроков, которые у нас есть на выбор. Мипошку вписали в наш золотой состав. Будем надеяться, что у него получится и завтра отыграть так же хорошо. Ну и, соответственно, как мы уже сказали в самом начале, Teams, который сегодня в топ-7 попал за 2 матча. Думаем, что за 3 матча может быть и топ-1. Да, ну что же, Teams, Мипошка, 2 саппорта. 1-4, 1-5 позиции. И оффлейнер, Гостик, в кавычках, Юниверс, это как вам уже удобнее. Ну и Рэйвен вместе с Сумаилом. Это наш золотой состав. И медленно, уверенно, пора бы переходить к серебряному. Так, коротко сказать, что к чему. И обсуждение серебряного состава, я бы сказал, началось с того, что сегодня утром, рано утром по Сиэтлу, был сделан маленький патч. И все карточки Чапи были изменены на карточки Резолюшина. У кого были золотые Чапи, стали золотые Резолюшины. И, если честно, скажу я вам, это очень неплохой апгрейд. Потому что, если Ромка играет, он играет на разных морфах, антимагах, виверах и фармит много. Игра и пошла на него. То есть, Empire, вот кажется, ближе к концу уже сегодняшнего дня они как-то поняли, как стоит играть. Они поняли, что и ФН и Резолюшин вместе, ну не смогут они как бы фармить оба. Надо кому-то отдать фарм. И, кажется, они определились, что это будет именно Резоль. А это значит, что ПТ-сики заплывают. Имеемся шансы увидеть морфлинга. Имеемся шансы увидеть, возможно, антимага, на котором Резоль играл. Я даже уверен, что увидим мы его 100%. Да, то есть и всякие разные другие герои. Поэтому, в принципе, вообще на самом деле можно поставить и ФН и Резолюшина. Но у меня записан папарацци и Резолюшин. Папарацци завтра тоже играет три игры. Если ставить кого-то из IG Виталик, то явно не Сокату. Сокату, а... Нет, папарацци. Да, папарацци. Однозначно, папарацци. Он у них играет сейчас на единичке. В мид он не ходит. Несмотря на то, что это лучший мидер по версии Дака. Поэтому папарацци и Резолюшин, ты знаешь, блин, это даже круто. Это может быть даже лучше, чем парни с верхнего состава. Да, потому что одни и вторые будут вынуждены завтра драться просто до конца. И они не напишут ГГ на 15-е как ВП. Они будут точно драться до конца. Да, ну вот Резолюшин практически стопроцентный вариант. А вот за счет папарацци можете подумать. Возможно, ну как-то если кто-то там фанат Артизи, можно попробовать его. Но я бы не рекомендовал. Артизи сейчас реально занимает такую роль. Ну, не та, которая набирает много ПТ-сиков. А вот ФН пока на самом деле не так плохо в Фэнтези смотрится. Но тоже парень умеет фармить, парень немного умирает. Ну и герои его хорошие. И герои хорошие. Ну, то есть смотрите, ФН, Папарацци, Резоль. Выбирайте вот кого-то из этих троих. Ну, о Фэнерам мы уже сказали, что у вас Гостик Юниверс. Если Гостик в золоте, то Юниверс в серебре. Но у нас Гостик Юниверс в золоте, а в серебре... А у нас там Инфлейм затесался. Инфлейм затесался, а Инфлейм играет завтра две игры. Какой Инфлейм? Может не надо Инфлейм? А, Инжулай. Инжулай за Джи Виталити. А, конечно, да. Ну, Инжулайя можно. Инжулай много не наберет. Он неплохо, нет, он неплохо набирает. Вот как раз по статистике я так прикинул и понял, что Инжулайя – это неплохой выбор. Ну, то есть, если нет Юниверса, если нет Гостика, или если есть какой-то суперкрутой Инжулай, прям золотой такой, весь сверкает и искрится, то вот Инжулайя очень даже неплохо... Главное – не ставьте Ахайя, не ставьте Ахайя, ни в коем случае не ставьте Ахайя. Нет, нет, нет. Вообще нельзя, нет, даже если золотой и все остальные простые. Или вообще, если нет Афлейнеров, лучше никого не ставьте. Не ставьте Ахайя. Саппорты. Он очень плох. Ну, и в саппортах у нас записано тоже три парня. Ну, тяжеловато в серебряном составе. Если в золотом мы стараемся пятерку назвать, ну, в этот раз шесть, там, Гостяк Юниверс, то в серебряном чуть больше пул. И тут выбор пал на Роджера, потому что тоже неплохо набирает. Крит. Ну, Крит, да, не всегда одинаково почти набирает, но Крит набирает больше. Крит больше набрал и в каждый день, в каждой почти игре набирал больше. Больше вардов ставит, меньше, что сидит. Не за то, кто покупает варды, а кто их ставит. Это тоже очень важно. И если там появляются разные Баунти Хантеры или Рикимару, то они занимаются обычно расстановкой вардов и, соответственно, зарабатывают вот очень много очков, потому что вся команда им скупается, и они ставят. Это важно. Да, и маленький Супер. Маленький Супер из IG Vitality. Тоже неплохо показывал по статистике себя. Первый день у него был ужасный. У него первый день был супер ужасный. Второй был очень хороший. Да, первый день у него просто брали три игры, там Шиду Шамана, он там бедный умирал, просто бегал. Сложно было. Второй день пошло получше. Получше. Нет, ну более стабильно, более стабильно будет, конечно, поставить Крита и Роджера. Я думаю, что, ну, ЕГЭ точно будут играть. Можно, в принципе, если вы верите в ЕГЭ, прям, ну, прям, уверенно и так, то можно Крита Займ поставить. Тогда вы стабильно что-то наберете, но если уж так руководствоваться статистикой, так скажем, и еще и верой в наших мальчиков, то Крит Роджер. Ну, так же я выделил Супера, потому что он среди тех вот команд, которые завтра играют, тоже по стате набирал очень немало. И, в принципе, Айджи Витальти имеют. Ну, и логика та же, что с Джулайем, да, не должны бороться завтра за попадание. Да, 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 то есть имеют Айджи Витальти все шансы завтра неплохо выступить. Это три матча, ну, и, соответственно, Супер может набрать. Да, в общем, вот такой серебряный состав. Сегодня серебряный состав такой размытый. Много у вас вариантов, но золотой он абсолютно конкретный. Еще раз обращаем внимание, Рейвен, Тимс, товарищ Сумаил, Гостик, как мы уже выразились, ну, и Мипошка. Верим в нашего производителя, верим в ЕГЭ. Завтрашний день. Ну, в общем, я уверен, что у вас все хорошо было. А в дне вчерашнем, если вы будете дальше слушать вечернеутренний валет, потому что он у вас утренний, все у вас будет великолепно. И вы точно фэнтези выиграете у своего друга, соседа, брата и так далее, и так далее. Слушайте валета, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok